Но поэтому давай вот что мы сделаем, представимся, что ли. Итак. Это Рокки-караоке. Итак, это Рокки-караоке, всем привет! Сегодня в нашей студии... Стук в дверь. Стук в дверь означает, что мы сегодня не прогадали, мы зря ничего не пошутили. Поэтому еще это шоу Рокки-караоке. С вами Ира Манкович. And Victor Kieper. And today we're gonna discuss some music, you know. Yeah, yeah, today we're gonna speak about... Я вот так и продолжила, но... Но, есть такая вещь, английский международный язык, но гораздо приятнее слышать родной. Поэтому у нас сегодня вот такая тема. Значит, помимо того, что у нас Рокки-караоке, помимо того, что у нас стандартные три сета с перерывами между ними, и мы будем что-то между вот этими самыми сетами обсуждать, сегодня, значит, так, как я поняла, новая группа. Ну, не то, что прям новая, но сегодня... Сегодня вот замена. Сегодня она. Это группа Fast Fuses, это три горячих молодых человека. И это восемьдесят новых песен. Да-да-да. Резко так вот. Но они не все новые, они какие-то повторяются, но новых реально много. Очень. Так что сегодня будет интересно. Мы уже подглядели первый сет, так что мы немножко о нем знаем, и вам, конечно, не расскажем, будем говорить о какой-нибудь чпуче, который не имеет какого-то отношения. А еще потому, что я во время того, как мы подключали камеру, я иду вот туда, за коморку, я иду орать на сцене, потому что сегодня будут потрясающие песни. В сомн-бук добавили, например, Дэвида Боуи, добавили Imagine Dragons, добавили... Это моя любимая песня Драгуна была раньше, сейчас, не знаю, как давно их очень есть. Я люблю песни из сериала, которые ты наверняка не смотрел, потому что ты еще юн. Я еще юн, да. Это учитывая, что сериал вышел буквально год назад. Да, понятно. Да, да. В общем, этот сериал, конечно же, вы все его знаете, пока я говорю эти слова, я пытаюсь вспомнить, как же он называется, мать. Давай, 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 музыка, музыка. Труд, это тип, да? Нет, господи. Некрасно, что он? Лига Легенд? Да, 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 да. Знаешь его? Лига Мультфильма? Ну, да. Конечно! Анимационный сериал. В смысле, я его не знаю, я фанат. Ты че? Я в Лигу Легенд иногда поиграл. Я так и не играл, но мне кажется, что это же тут подраться, так все. Подраться, ну, так, интересно. Потрясающий опенинг, господи, Энли, песня дракона, просто вообще меня убивает. Да, потрясающе. Мне нравились очень раньше драконы, в каком-то там 16-17 году я их слушал. Я пил вот еще, кстати, интересно, могу их сюда добавить. Могут все. Могут еще. У нас на ролике-короке могут все. Ира, в прошлый раз ты меня спрашивала, что ты ожидаешь от сегодняшнего ролика-корока. Теперь это сделаю я. Что ты ожидаешь? Я не знаю, я ожидаю чего-то интересного, увлекательного. Новикова. Да. Самое вот приятное нового. Потому что очень-очень-очень здорово, что добавили песни, которые я от этого места не особо ожидал. Ну, типа, здесь есть, здесь же все-таки такая, ну, понятно, рок популярная такая штука, есть всякие пресли, всякие нирваны, а драконов я здесь не мог представить почему-то, потому что это такой лидерок. Вообще-то уже трек Imagine Dragon Balls в Буке. Ты че, какой? Да, он был, по-моему, Да, я не заметил. По-моему, Believer как-то. Believer был? Его никто... Ну, это сложная, как-то. Это было давно. Да, там ее никто практически не вывозил прям. Ну, знаете, именно речь о том, что люди прям терялись, им было испугающе. Они типа такие... Ну, Believer это... Мы в голове представляли одно, выходили на сцену, а там, оказывается, нужно вот это вот все. Believer это же... Да, точно. Ну, это же... Ну, это вообще... Типа, штука тяжелая. Я бы ее пять дней вышел, но она такая, она требовательная к тебе, как к артисту, потому что ты на припеве должен что-то выдавать жесткое вообще. Как... Господи, все время... Сейчас забываю, кто у нас... кто мой любимый исполнитель, Беляев. Я уже сам... Да. Кто... Это сам увлекательный момент, когда такая... Так. Главное держать все. Да, а я просто такой, типа... Да-да. Да-да-да. Я такая просто... У меня была, это... Мне нравилось больше, то ли Лёля, то ли Лола. Я пока не путаю. Лёля. Лёля. Лёля поет потрясающе. Мне очень нравится. Капернево от Беля Эйлиш. Вот там как раз тоже такого же типа песни, где надо выкладываться на припевах, где очень сложная... Тянуть тебе надо на себе вот эту песню, потому что она тяжкая, тяжкая для исполнения. Да, я не могу уже эту песню слышать. Я уже и сама пела, и всё, и то, и всё, и пятое, и десятое. Короче, это уже не важно. Это да, но я её до сих пор ещё не против услышать. Ой, тут такие песни, конечно, потрясающие есть просто. Сегодня вот первый сет у нас прям целиком классика какая-то лютая просто. У нас какие-то люди интересные. Учитывая, что у нас есть Кати в неограниченном количестве доступа для того, чтобы выходить на сцену, мне всегда интересно, какая же Катя выйдет. Потому что они всегда очень уникальные, интересные. Это интересно воображать себе, какая Катя могла бы петь какую из этих песен. Да, да, да. Типа можно представить любую из них, поют эту песню, а потом сравнить ожидания с реалистикой. Я не знаю, слышите ли вы питочки. Наверное, нет. Смешнее, если не слышите. Да, потому что мы слышим и мы танцуем, да. А биты здесь не слышны, кстати, теоретически это можно сделать. Я не понимаю, не слышны, не слышны. Ну, в любом случае, начать. Сегодня мы как? У нас, значит, опять-таки для тех, кто видит впервые, для тех, кто видит не впервые, у нас было несколько вариантов того, как мы проводим трансляции. Это мы обсуждаем каждого исполнителя песню, всякую стороннюю вещь в промежутках между песнями и в промежутках между сетами. Сетов у нас три. В каждом сете, по-моему, есть песня. Либо у нас есть формат создания истории. Ира, what do you think about today? What should we do? We should make some story or we should make some noise? I guess we gonna make some noise. Some noise? Да, я думаю, что сегодня, поскольку не нужно своими пресловутыми сюжетами, ладно, у неё они не пресловутые. Просто своими сюжетами, так сказать, смещать фокус с того, что у нас всё-таки новая группа, и это... Да, кстати, надо... Ой, да, мы сейчас, мы сегодня, наверное, застрелимся внимание на том, как они играют, что они делают, зачем они это делают. Не то, чтобы нам как-то надоел Фаренгейт, конечно же, нет. Просто, типа, надо хвататься за повестку, понимаешь? Нужно актуалочку, так сказать, захватывать. Да, поэтому у нас в новом слоунгбуке очень много более молодых песен. Хотя вот те же драконы, например, ну, нифига, они не молодые. Может, лет по 10, типа, самым популярным песен. 10? Мне кажется, я тут подумала, что про участие. И уже, наверное, уже лет по 10. Думаю, жесть, это старичьё. Это, ну, в мире жуков, возможно. Подожди, это смешно, почему не важно? Это запомнил. И уже, наверное, лет по 10, ё-моё, ну, вот это мы Беливер там, вот это... Кстати, о музыке. Сегодня я узнала про такого рэп-исполнителя, как Жорик. Ты знаешь, кто такой Жорик? Это, это Глусян? Нет, вот этот... Нет, нет, это чувак времён Децла, который... А, я понял, конечно, это Жорик, да, да, это... Это очень грустный. Маленький пухлый пацанчик, который поёт песни, да, конечно, я знаю. Это ужасно грустная история, ты же знаешь про Жорика? Нет, я мало про него знаю, но я могу вспомнить, я смотрел видов про Жорика просто. Да, вот я сегодня только читала про Жорика. Да? Да, я подумал, как это грустно. Я просто читал про... Я читал и про Децла, и про Жорика, и про чувака... Что за школа без прикола, без прикола это просто не школа, а вот эта фигня. Не знаешь его? Нет. Чувак с волосами, трендами. Минуточку. Минуточку. Мем. Мем. Называется... Какой-то непонятный персонаж, добылся в Телеграм. А знаете такое, когда... Нет, не знаете, конечно же. Мне достался телефон, прошлый мой телефон, от человека, который психанул и разбил его молотком. Вот. А он мне его отдал, а он как бы работал в продакшене. А работа в продакшене равно миллиард контактов людей. Ага. И они все ко мне добавились. И теперь у меня периодически... Да. Игорь плюс нож добавился. Нет, нет. Игорь кошелек плюс нож. Да, вот меня тоже. Я вот сейчас посмотрел и думаю... Обычное дело, это типа Светлана Повитуха, теперь Джон Телеграм. Или какой-нибудь там, типа, не знаю, Евгений Шкаф, теперь в Телеграм. Обожаю это. Марина в Сочи, Евгений Шкаф, да. И там какой-нибудь, типа, не знаю, Евгений Георгиевич, теперь в Телеграм. Я удаляю контакт, а там остается имя, которое у него в оригинале. И там вообще другое имя. Типа какой-нибудь Анатолий Шварц, какой-нибудь там. Не знаю, это такой, типа, чего... Да, подписан Игорь плюс кошелек плюс нож, да? Да, вот я уверена, что Игорь кошелек плюс нож и нож. Игорь не кошелек и не нож. Не нож, да. А плюс при этом. Это First Night. Person Night. Person Night? Нет, я подумала, что вдруг у него такая фамилия. Итак, вернемся обратно к Жорику. Что ты знаешь про Жорика? Я знаю про Жорика, что у него были. Да, это Иван. Конечно. Я не догадалась. Причем здесь Игорь, причем здесь кошелек и нож, не важно. Это Иван, понимаете? Это все просто Иван. Иван, да. Итак, что ты знаешь про Жорика? Я знаю про Жорика то. Что это такой пухляш. Я видел его какой-то клип, где типа телочки бегают за мной, он поет вот это вот все, хотя ему там лет 12, наверное. Он там в кепочке, да, с золотой цепью. Маленький. Прям мелкота, ему лет 13, не знаю. Типа как Саше Фокину из мема «Я сейчас буду скачивать все игры». Вот это все. Ну, то есть, вот я это видел, я видел эту штуку. А что ты узнала про Жорика? Что это такое с твоей историей? Еще одна из него какая-то задница. Дело в том, что Жорик, это не просто кто-то. Это проект. Нет, не в этом дело. Жорик, отец богача. Сын богача. Ну, возможно, он и отец богача уже. Боже! Поскольку это было так. Мой коллег, я ищу то, что было со мной. Боже! Он отец богача. Нет. А я не знаю, что это сказать. Вот. Это как сказать... Как это вот... Блин, ладно, мне это слишком сложная конструкция. Короче, он сын богача. Его отец, смотрев на Децела, сказал, хочу так же. Почему мой сын не может так же? Он заплатил какому-то очень известному чувачку. Ну, какому-то продюкеру. Который реально не знал, что придумать. Потому что Децела на тот момент был все-таки малость постарше. Он был немножко другим в целом. Ну, и мог петь про тусовку и так далее. Типа другим, короче, совершенно. Поэтому чувак в трендах такой. Ну, да, да. И как бы... И в итоге придумал какой-то вот куплет. Там первая была песня, это не вот эта, это Джорик, другая песня. Какая-то была. Это Бульск. Вот, другая песня была по сути про Буллинг. Типа, что там какой-то ботан, я его окунаю. там есть что-то такое. вот такое. Ну, короче, а потом я даже целый альбом записал. Вот я вот, короче, с Джориком. И клип снят. Я только смотрела клип, я думаю, господи, сколько же бабок, там бухон, там же горы, людей там. Ну, видно, что... А это огромный продакшн, там типа, машины, там, менты, еще что-то. Я думаю, господи, жесть. И это просто... Бедный Жорик такой... Да, но самое главное, что после этой песни его жутко забулили. Типа, вообще все. То есть, он стал известным, но его включили этот шит-парад на MTV. Ой, я ненавижу. И он настолько его булил каждый, что он не мог вообще даже в России остаться. Бедняга. В итоге отец его отослал в Америку, где Жорик стал, собственно, тем, кем он песни, кого он песни кибербулил. Кибербулил тогда его не было. Вот на обычном булил. Так сказать, лампово булил. Лампово. Но это не лампово, там нет, такой пел там про лютые унижения. Типа, да, я помню про... Аналогово булил. Да. Ну и, короче, что у нас там? Топия представляется на улыбке. Мы с вами говорим. Так вот, короче, пришлось уехать, он стал там отлично учить все такое, он пытался вернуться в рэп, но, как бы, в итоге он ничего не сделал. типа, явно его это подкосило жестко, потому что, на самом деле, у него там очень хороший, типа, это мой мзик, я не люблю, типа, мне не нравится, когда рэперы это заминают слова, я люблю, когда они говорят, чётик, и я знаю, что это тупо, что как раз это, типа, фишка рэпа, но, как бы, мне нравится, когда... я согласен, мне, например, скриптонит цепь не нравится, ну, типа, из-за этого, но, фактически, я тебя очень хорошо понимаю. Ну, и чё, а у него очень хороший речитатив, видимо? Да, да, я подумала, что, на самом деле, он, может быть, мог бы стать кем-то, но, как бы, ну, это же жестко, на самом деле, когда тебя булят в таком возрасте. Жорик, 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 проекта, просто проекта какого-то чувака, ну, сделал песню про булик, да, ну, нехорошо, не портить жизнь из-за этого же с мальчиком, типа, вообще, это какая-то, это садится, то есть, мне такое, непонятно. О, с ростой переключаемся на сцену, кажется, слышу. Кажется, я тоже слышу. А не начал или это? Ой, да, новые люди, поехали. через двух, скорее, 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 да, 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 Ну что, давай объявим пораньше. Давай. Выступает у нас Кать. С песней. Сама Титлов. Jefferson. Airplane. Ставим, господа, и дам приятного просмотра и добро пожаловать. А мы теперь вернемся, когда сами позовем все это, да? Да. Давайте, ребят. Я вам предлагаю назвать сегодняшний вечер щитом Ангела на этикетке. 777, допустим. Допустим, это 777-ое роки-караоке, поэтому это прекрасно. Я хочу напомнить наши правила. У нас есть несколько сетов, в конце каждого сета мы выбираем победителя, и, собственно, победитель получает приз на паре. Я уже говорила, что это, ребята, надо послушать. Собственно, и в конце, значит, ваших голосов у нас будет победитель, и он по господам на паре. И еще, как раз, значит, что после у нас есть замечательная акция 1% то есть это означает, что можно остаться на воду. И не набрасывается с теми, но не набрасывается. Ну что ж, я предлагаю начинать, и наш прекрасный сеттопин сеттопин на августе. Вечер открывает Катя с песней на бодитулап. Давайте поаплодируем Катя, поддержим ее аплодисментами. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Катя Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все. Поехали. Все, поехали по кайфу. Поехали. 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 Поехали другое. Поехали несколько. estyle Поехали дальше. енным все Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Так, надо тушить пожар. Да, да, да. Вот здесь вот, особенно просто, вот где-то тут, не знаю. Это было... Ну, где сердечко. Ну, где сердечко, да, это самый приличный вариант. Да, это самый приличный. Ну, я-то приличная. Ты как приличная, да, ты меня контролируешь. Поэтому третья песня. Кажется, она не такая мощная. Но при этом я чувствую, что в этом исполнении будет... Да, это Малиана мощная. Да, мощная. Они, кстати, так мощно играют. Прям даже не знаю. Интересно. Они по-своему тоже играют. Ну, чё, это, вообще-то, Лианы. Да. Это, вообще-то, Муми и Кроль. И это, вообще-то, Владивосток 2000. Поэтому давайте заценим 2000 вариантов Владивостока. И помним, как хорошо была... Точка. Знаешь, да? Я много чего представляю. Как раз ты еще не родился. Да, как хорошо это было. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 с исполнителями в потрясающем уровне ой, смотри, фотографии с комментариев ох, мама это просто нет это все таунгруппа вышла отдыхать не знаю, может ли вы это слышите но она вышла отдохнуть какие-то там жалкие 10 минут ой, я все ну, смотри что я могу отметить помимо Дэнниса а рэд Ромео блин, я не отчитал луч солнца золотой а он останется? непонятно, это снова внутри господи, я не видел ее я не видел эту песню, я ее знаю я ее люблю, я бы ему кстати, я не знаю, может быть получится вот как-нибудь потому что я бы спел луч солнца золотой мы скрыто скрыло 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 я конечно радуюсь чему во-первых всему во-вторых каждому третий тем сказал как сказал как просто наша группа что сказать я хотела отметить Лёлю вот это ее sorry guys это все я голосую точно по крайней мере за sorry guys я вот даже не знаю мне лучше солнца золотого очень понравилось но этот роман говорит что это здоровяк это троп это рэд у него голос рэд рэд он говорит сам Муслим Магомаев спустился спустился из небес или поднялся из небес или поднялся из небес нет я даже не знаю за кого голосовать потому что здесь все были очень крутые я наверное а ты кто больше нравится басист гитарист или барабан я не знаю кем ты хочешь быть когда вырастешь парни определяют себе тип поведения в 6 лет из трех из трех вариантов басист гитарист и барабанщик и барабанщик вот этой вот группы просто все нет это вообще нет я не знаю и все там нравится им барабанщик очень нравится он очень классный кончает победила дружба вот это вот все да барабан и они соединяются я голосую за Рэд Трамп ну Денис на сцену тоже был очень хорош Денис он уже пел эту песню причем и он в этот раз был особенно хорош потому что снова аранжировочка да другая аранжировочка ну нет это был просто отвал башки отвал всего чего не приколочено они приколочены сегодня у меня из этой группы много ну каэш ну конечно напричь вот у колеха рэд рэд рэ'S я не буду говорить чей голос видимо сделал такую картин в общем не мой конечно конечно не твой но я скажу что это заслужено потому что Лёля вて ну типа она все лучше и лучше как цветок мне так нравится за неё наблюдать за её ростом как исполнителя на этой сцене. Да, Лёля, кажется, какой-то раз просто уже выйдет из твоей группы. Да, 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 она выйдет с Гореком и сделает какую-то группу невероятную. Ну, Горек, например, кстати, помимо того, что он профессионально обращается с микрофоном, как со сценическим инструментом выразительности. Использует художественный приём, да, спасибо большое, что не дал попасть на дно. Да, я не знаю. А ты тебя с Афишей уже вербовала, кстати, на раскопке под водой на вершине горы. Подожди, а тут типа резервуарчик, да? Ну, видимо, да. Нет. Значит, вы, представь, София, на моей вечеринке вербовала всех, так сказать, недомужних мужчин от молодых, крепких. Этих парня наверняка вербуют. Господи, я бы их завербовал. Я не знаю. Умоляю тебя. Ух, мама, как они играют. Так всё. У меня просто, у меня просто, у меня просто так рад, когда что-то в спине, как и ноги, как и тут просто воплошь. Давай обсудим все, когда мы только про красавцев, они так красавцы. Они так красавцы, что про них говорить? Я обещала сказать, это монки. Давай. Я думаю, все это, конечно, это попсовы, суперфакты. Монкис были ответы, так сказать, американской индустрией на британскую индустрию. Видели. Битлз. Битлз. Вот. И они сначала, они очень были успешным проектом, что парни, красавцы и поют киргии. Большое их отличие было в том, что они сами эти кидаи не писали. Битлз писали. Монкис не писали. Не писали. И они, собственно, в какой-то момент решили, что, собственно, мы сами можем факью продюсеры, пошли, вот черт вот так. И в итоге они просто канули в бачку. То есть, все, что они выпускали сами, оно такое, ну, как бы... Ну, я о Монкис не знаю ничего, кроме Amo Believer. Это, между прочим, даже песня, по-моему, я не знаю, это их, это, по-моему, песня Нила Даймонда, вообще. Да, вообще, эта группа, судя по всему, такая, которая пользуется да, гудтрайтерами, ну, она, как будто бы в истории мало осталась. Типа, петлы, за счет своей хиппи-культуры, за счет того, что они писали свои тексты, было как-то, ну, что-то новое, что-то интересное. А Монкис, ну, они как будто бы попытались прыгнуть, видимо, Нила Даймонда. Нифига себе она, конечно, хороша. Это 50-е, ну, да, собственно, Нил Даймонд написал этот чувак из 50-х, ну, конца 50-х. А Монкис, так сказать, performing that song in 1966, это я здесь прочла, что я таких чисел не помню, я помню только даты столетней войны, извините. Что она длилась, 107 лет, да, или этих того. С 1337-го по 1454-й. Да, отмена крепостного права? Не помню. 1861-й, ровно за 100 лет до рождения моей матери, кстати. Жесть. Да, вот так, да. Совпадение? Совпадение, не думаю. Я ее христианин, просто можно сказать. Что это неправда, мама, если ты это смотришь. Алексей отлично вообще спелся с парнями, которые исполняли God Gave Me Everything, Мик Джаггер. Я прям, когда он пел, я эту песню не помню, но я прям слышала вот эти вот нотки, щепотку Мика Джаггера. Эта песня, в ней много Мика Джаггера, понимаете? Мне очень интересно было, что Мария спела Касабин, хотя они абсолютно мужская группа. Ой, дети моляются. Вот из этих, которые, скажем, предвзят. Нет, знаешь, на самом деле, мне мой учитель говорил, что мужская и женская и драматургия это важное различие, что реально имеет смысл петь мужское, только мужчинам, потому что женщины не смогут это делать. Это звучит на первых порах, когда ты это первое слышишь, сексистский. Потому что ты думаешь, блин, да нет, бред, ну почему? Какая разница? Типа, господи, ну да, мы два. И так далее. Что мы не отметили? Мы не отметили, мы все отметили. Тут все классное было. Мы реально все отметили. Мы реально все отметили. Я в шоке. Какие мы быстрые. Мы настолько под впечатлением, как вы видите, что мы на секунду пересказали все, что было. Вот мы так фига. Нет, ну это, это, конечно. Сегодня какой-то очень особенный день. Сегодня у нас, помимо новых групп, у нас, ну у нас, кстати, сегодня фреш, фреш, фрешменов мало. Я не помню сейчас фрешменов. Сергея не было. Но у нас такой сегодня, видимо, свячок. Такой. Скажите, кого не было? Кого-то не было, как будто бы... Сергея. Сергея не было. А, так он пел это, а нет, нет, не было этого чайно-грэнда, чайно-дядечки, чайно-дядечки. Чего? Китайского дядечки не было. Ну это так, это мой. Вячеслав был много раз. Да? Конечно. Простите, пожалуйста, господи, Вячеслав, я очень извиняюсь, если... О, Данил будет петь, Дэвидович. Оп! Вот. Осталось. Вот так. Не будет этого совершенно, будет что угодно, только не это. Дэни Дэвито, он будет петь Дэни Дэвито, знаменитого актера. Да, да, да. Что, ну, петь, не знаю, песня его в жизни, так сказать. О! Блин. Ну тут, тут все, тут просто все. Тут вообще, ну, 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 жизнь. Он мне нравится, что... Ой. Нет, ну, первая песня, я тоже, я буду орать. Можно чуть-чуть... Ну, это так, скажем так, это не Нирвана, это Дэвид. Да, все, интересно, насколько это поможет вам отгадать. Что может быть Нирвана и Дэвидов? Какая-то песня, очень смешная. Даже не знаю. Я такая, я пытаюсь понять, ты слишком очевидно сказал, или наоборот, настолько не очевидно, что это не вообще это. Ну ладно, не важно. Нет, это не вообще Нирваны и Дэвид, на чем. Давайте сейчас постепенно переключимся на сцену, чтобы опять не пропустить триумфальное... Это знаю, только лютые знатоки, мне кажется. Да, да. Вот это вот лицо, лицо с ног. Да, немногие в нашем реме поймут. Да, немногие поймут, насколько это тонко, действительно тонко. Нет, вот это очкастое лицо с зубами, типа, вообще-то... Это другое лицо. Ты перепутал мемы. Ходить с вами. Нет, 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 действительно тонко, это лицо Хэлла из Мегамост. Нет, я знаю. Я, конечно, не миленил, самый молодой, а, ты самый молодой зубер? Да. Вообще. Молодой зубер? Да. София, самый старый зубер? Самый молодой зубер? София, еще более молодой зубер. Нет, тогда ты не самый молодой. У нас были какие-то... Нет, я самый старый... Нет, ты зубер. Я... Ты молодой зубер. А я самый старый зубер, А София чуть менее старая. Но я всё ещё сумер. Да, конечно, господи. Всё ещё сумер, Акадь? Кроме пока никого. Нет, есть же поколение Х или как его там зовут? Х. Поколение Х, да. Поколение Твиттера и Ланна Маска. Ну типа люди, которые родились там в десятых годах. Типа того. Господи, они существуют. Есть люди, которые родились в 10-м годах. В 50-м годах еще рождаются. Ребят, вы что? Это не модно уже. Рождаться отстой. Камон, 2000. Самый лучший возраст. Я, кстати, у меня что-то забито в голове, что самое лучшее дата рождения в стиле, который можно указать, в любом сайте, это 1996. Это суперрасходное дата рождения, мне так кажется. Ты думаешь, что большая часть людей на Земле родились в 96-м? Конечно. Либо в 18-м, либо в 19-м. Тогда ты будешь на студию, потому что еще 5 минут попросить. У нас как-то, да, как-то, ну, в группе надо отдохнуть, надо сказать. После такого перформанса я даже уже не знаю, о чем. У нас, кстати, как-нибудь нужно взять свой терпкий мужской дезонарант и просто делать тело, чтобы это так все-все-все-все. Не говори такие вещи, мои подтяжки начинают подтягивать меня. А, так вот почему парни это делают. Да, да, да. А сколько раз можешь подтянуться? Смотри, раз, два, три. Жесть, токачок. Да я тебе отвечаю. Так, поскольку у нас новый саундбук, но на самом деле есть о чем поговорить. Здесь очень много композиций, которые мы вообще... Здесь много композиций помимо Imagine Dragons, которые я знаю. Там много, кстати, всего, что я знаю, что удивительно, кстати. Потому что... Ну, слушай, по всяким попсовым группам я, конечно, меньше знаю. Я вот этот вот дед, который любит 60-е... Да, Мика Джаггера. Я люблю не только это, конечно же, просто так вышло, что когда мне было 14-15 и так далее до 20 лет, даже больше, чем 20 лет, я вообще не слушала ничего, кроме вот типа тупо... То, что до 2000-х и даже до 90-х. То есть, типа, даже Нирвана мне казалось, ну, это уже набьё какое-то. Нирвана, набьё. Эти современные группы... Битлэй попахивает каким-то современным. Вот Луис Амстронг, да, вот это я понимаю. Вот это современная режиссия. Нет, я вот сейчас вступил в эру концептуальной музыки, когда из «Капель дождя» делают музыку, из «Звуков письма». Есть такой очень классный композитор концептуальной музыки японский. Я не помню, как его зовут. Это абсолютно бесполезная и ненужная информация, но мне важно её сказать по какой-то странной причине. И вот тут Йоти Харикава. И он делает концептуальную музыку из разных звуков. То есть сначала... Это очень театральная классная музыка. Потому что я благодаря музыке только и придумываю всё самое классное. А когда я придумываю для своего театра какие-то штуки, мне не помогает, типа, «Угничок». Такой, знаешь, классический. Потому что мне он не очень нравится. Да-да-да, парень, раньше я тоже так делала. Точнее я так думала. А потом я сгоняла на сигнал и поняла техно. Мне сигнал не зашёл. Ты там был? Я уже был на сигнале. Мы уже видели. Да-да, точно. Ну мало того, мы больше на расстоянии. Вы видели? А сигнал это, если что, это кто-то не знает, это соседний по времени с расстоянием. А расстояние это арт-фестиваль всяких разных. Архитектурный фестиваль, где, так сказать, ландшафтный, вот этот вот ландшафтный вайб, где архитектура сочетается с музыкой искусств. Да, и там типа театр, опера, балет, ещё, кажется, не было. Ну опера была, я знаю, это не рассказывал. А сигнал это фестиваль техно-музыки, и не только техно. Там есть ландеролг, джаз. Реально, то есть, возможно, не будучи под кайфом от смятений, слушать, я бы только в какой-то момент осознала, что техно часто чисто, биты и всё. Да, абсолютно. Я реально поняла, что я могу просто это слушать, и мне норм, в смысле такая, типа, вау. Оно, ну знаешь, оно качает, прикольненько, вот я три дня на сигнале, я пока был, я все ночи, естественно, я с кем-то гулял, слушал техно, но... Никак. Вот я слушаю... Там же и были лайвы у всех групп. Там были лайвы, я не застал. Кроме того, что залило дождём. Ой, это очень отдельно. Да, я видел это, как это происходило. Каждый свой отдельный история на тему «Залило дождём». Я видел, как там есть арт-объект, который на поляне каким-то особым образом преобразует звуковые волны. Теперь давай уж точно посмотрим на сцену, чтобы не пропустить это, чтобы вот они вышли, и мы прямо видели. И мы такие... Да-да-да, и мы выпендривались, и... О-о-о, вот этот мем, да. С парадой от медячков. Да-да-да. Там есть специальный такой классный арт-объект, который рассеивает звуковые волны как-то по-особому. И это ткань, которую я повешу... Ты помнишь, да, на этой инде сценой? Не знал, что это арт-объект. Вот эта ткань, которая там проседала, это арт-объект. Ну, типа, это специальная штука. Жесть. Да. Я не знала. Да, это так. Она как-то типа воздействует на звуковые волны, которые рождаются типа под этой штукой. Над сценой навесная ткань, на каких-то металлических конструкциях. И был жуткий мивий. И эта ткань сделала вот так. НЕМ. Она просто... НЕМ. И там, походу, даже дырка какая-то просела ещё. Поэтому несколько концертов отменились. Я не успел... Я вместо того, чтобы послушать, какого я хотел, я реально ходил на техно просто. Там был Теодор Бастард, например, который мне нравился. У него такие есть фок-мотивы классные. Короче, там были крутые челики, на которых я не попал. Но я сходил на расстояние на Шорт Париж. Они мне такие понравились. Шорт Париж любят. У меня вообще они прикольные. Они такие, типа, да. О, он баста... Он взял свою бас-гитару. Другой он садится за барабан. Кажется, нам нужно прибавить шуму. Мейксом ноисе Да, мейксом ноисе Они решили подыграть бета София бровь, но поднимается на стену Она чувствует страшное давление Ей тяжело, она может попасть в омарок прямо сейчас София обнимает начало третьего фета, а мы сделаем этот препарат Это будет Дэвид Боу Будет петь Данил Спасибо большое, мы идем вместе Давайте поаплодируем всех Можете брать товар и взять напиток А мы продолжаем И наш третий сет открывает Данил С песни Дэвид Боу И давайте поаплодируем Дэвид Боу 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо! Спасибо большое! Давайте поаплодируем еще раз! Наконец-то спели «Делли Дамбоу» на нашем... Кстати, я не слышал, чем ты сильно отличается от версии «Нирваны» сейчас. Субтитры подогнал «Симон» А раньше будет группа... 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 О! О! Это будет петь... Петь Мария! Петь Мария! Группа... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Стоянческие обезьяны, Arctic Monkeys. Я спорю, ты выглядишь хорошо на танцполе. Блин, танцполе, танцполе, да. Реально, я так тупо насомляю. I bet you look good on the dance floor. On the dance floor. And Maria is singing right now, so let's hear her song. Arctic Monkeys. Давайте, обет. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА